Всем привет, Курай Халк вас приветствует. Ребята, веселое настроение, благодаря комментариям под моим видео со стороны Российской Федерации, людей которые находятся там. Который раз убеждают, что у них мозг напрочь отбит и наглухо отсутствует. Первый момент. Человек утверждает, что обстрел это 2 апреля парка Горького. Я утверждаю, что это вчерашний обстрел. За мной стоит тот момент, что видео обстрелов, которые происходили по парку Горького, сняты на видеокамеры службы безопасности. Соответственно, там есть даты. Так как у меня сейчас нет возможности монтировать на компьютере, и я делал коротенькое видео, куда нужно было вместить 4 ракетных удара, я максимально обрезал. Плюс оригинал видео горизонтальный, а быстрое видео вертикально. Соответственно, края обрезаются. Но самое главное, я не могу понять одно, как оправдывать действия Российской Федерации, которая стреляет по парковой зоне, где могут быть дети и женщины, даже если этот обстрел происходил 2 апреля. Вот у меня вопрос. И чтобы добить этого дятла пустоголового, я выложу исходник сегодня вечером, где есть четкая дата. Естественно, скажут, что это монтаж и так далее и тому подобное. Но все же я выложу. Если кормить траля, то его надо кормить до конца. Второй момент. По поводу свинособак. Смотрите, что бы вы ни написали в моих комментариях. Хохол, нацист, фашист и так далее и тому подобное. Ко мне это не липнет, потому что таковым я не являюсь. Почему к вам липнет фраза свинособаки? Ну, у меня есть подозрение, что это ваше внутреннее состояние. Потому что если бы вы были нормальными людьми, вы бы на это абсолютно внимания не обратили, а в большей степени обратили внимание на то, что ваше военное руководство позволяет себе обстреливать жилые кварталы и парковые зоны. Как-то так. То, что, по идее, должно затронуть нормального человека. Но, опять же, выкладывая такие видео и делая такие заголовки, собственно говоря, то, чем я занимаюсь, я просто-напросто кормлю траля. Поэтому кушайте. Третий момент. По поводу того, что Украина обстреливает самая себя. Ну, смотрите, давайте начнем. С годной независимости. Российская Федерация, Украина. Украина была намного безопаснее в связи с тем, что на территории Украины не было ни одного теракта. В России теракты происходили постоянно. Более того, тот факт, что вторая чеченская кампания началась именно с терактов, которых объединили чеченцев. И, собственно говоря, это стало поводом для второй чеченской кампании. Должно вас натолкнуть на мысль, что России стрелять по мирным городам или высаживать собственные дома абсолютно не вновь. И как вы можете обвинять страну, которая была намного безопаснее на территории, которой не было ни одного теракта в том, что они сейчас обстреливают свои парковые зоны, и, честно говоря, мне непонятно. Ну, веселит. Более того, ваш ум настолько скуден, что вы даже не находите взаимосвязь между попыткой захватить Харьков и, отхвативши трюлей, ваши доблестные воины отошли от Харькова и занимаются тем, что стреляют издалека артиллерии и наносят ракетные удары. Вы связи в этом вообще никакой не видите. Более того, я могу вам сказать, что как только ваши дуболомы вернутся обратно к вам на родину, весь этот хаос, кровь и боль тут же перестанет происходить на территории не только Харькова, но всей Украины. И самое смешное, что ни у кого в этом сомнения нет. Эти сомнения только у вас. Поэтому я продолжаю кормить троллей. Вечером ждите видео оригинал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok